Отвелзора Z6 Spray – это обновленный робот для мойки окон, который привлекает своим дизайном и незавышенной ценой. А что же в нем нового, спросите вы? Отвечу, что предыдущая версия не была оснащена системой автоматического распыления воды, то есть просто протирала окна, не брызгая на них воду, что делает ее не такой полезной, как представленную в обзоре модель Отвелзора Z6 Spray. И по традиции начнем с комплектации. Помимо самого робота-мойщика, в нее входит 12 салфеток для чистки, пульт дистанционного управления, блок питания, кабель питания плюс удлинитель, 4 чистящих кольца, страховочный трос, руководство пользователя и распрыскиватель воды. Мойщик окон имеет классический вид робота с круглыми щетками. Корпус выполнен в фиолетовом цвете, а салфетки в бордовом. Выглядит очень стильно. Помимо сверкающего логотипа Отвел, с лицевой стороны находим кнопку включения. При нажатии срабатывает синяя индикация, и мощик намертво присасывается к поверхности. Если захотите его оторвать, придется приложить немалое усилие, все-таки 3,5 тысячи паскаль. И это чувствуется. Над корпусом торчит удобная ручка, но из-за нее общая высота мойщика достигает 11,5 сантиметров. Также на лицевой панели находится разъем для шнура питания. Он закручивается на гайку. Страховочный трос встроен в торец корпуса, но при необходимости трос можно заменить. Для этого предусмотрен специальный переходник. И, конечно же, присутствует отверстие для залива воды. Снизу все традиционно. Мопа надевается на кольца с помощью резинок, а кольца, в свою очередь, устанавливаются на вакуумные решетки. Вращаясь, они ведут мойщика по стеклу и одновременно отмывают поверхность от грязи. Еще тут можно увидеть распылитель. Теперь подготовим робот к уборке. Для начала собираем все части шнура воедино. Втыкаем шнур питания в адаптер. Второй конец адаптера накручиваем на удлинитель. И завинчиваем все это дело в корпус мойщика. Теперь ставим робот на зарядку. Конец страховочного шнура привязываем к надежному основанию. Перейдем к описанию работы пульта. Левая верхняя кнопка отвечает за автоматическое распыление воды. Правая кнопка в виде капли отвечает за ручное распыление. Снизу джойстик для ручного перемещения пылесоса. Под джойстиком располагаются кнопки режимов влево, затем вниз, право, затем вниз. И лично для меня самое удобное, когда пылесос идет до верхнего края и затем опускается до самого низа. Насчет распыления воды. В автоматическом режиме робот распыляет ее после двух шагов. И в автоматическом и в ручном режиме воду можно разбрызгать только когда робот движется вверх или вправо. Когда включен ручной режим, индикатор просто горит. При автоматическом индикатор мигает. По умолчанию робот находится в ручном режиме. А теперь, наконец, перейдем к тестам. При первом шаге желательно сделать первый проход сухими салфетками, не включая подачу жидкости. А уже на втором проходе можно включить ручной или автоматический режим подачи моющего средства. Начал я с наружной части окна. Могу сказать, что робот хорошо ориентируется в пространстве, почти не проскальзывает и способен работать даже на узких окнах шириной всего 38 см. Само качество оттирания и загрязнения не уступает премиальным аналогам. При том, что погодные условия для робота не очень удачные. За окном ниже 0 градусов. У меня нет больших окон. Но стоит сказать, что робот способен без проблем работать даже на увеличенных по размеру окнах. Благодаря 5-метровому удлинителю. А его уровень шума около 75 дБ. Ну и касаемо качества мойки окон, то есть только одно замечание, типичное для всех роботов-мойщиков окон. Данное устройство пока что не способно качественно отмывать грязь в углах из-за конструктивных особенностей. Но основную часть работы он определенно поможет вам выполнить. Вот для наглядного сравнения состояние окон до и после. Также этот робот может использоваться для мойки стен из плитки, душевых кабин или зеркал. Его даже можно использовать для мойки горизонтальных поверхностей. Робот снабжен резервным аккумулятором в 600 мАч. И даже если отключится питание или повредится кабель, он полчаса будет висеть на окне. При этом будет громко пищать и моргать красным светодиодом. По итогу, отвил – это отличный мойщик окон, который моет не хуже премиальных дорогих аналогов. Робот выглядит необычно и по-своему изысканно. Помимо этого, в плюс отнесу хорошую навигацию, качественное отмывание окон, наличие функции распыления воды, возможность мойки горизонтальных безрамных поверхностей и хорошая комплектация. Говоря о минусах, основной – это типичный абсолютный для всех роботов мойщик окон. Это то, что он не домывает в углах. В общем, если ищете качественного и надежного помощника, то этот мойщик от отвил можно смело брать. Ссылку на него я оставил в описании под роликом. А с вами был Техно Ченнел. Спасибо, что посмотрели этот обзор до конца и до новых встреч!